Такой вот стильный дедушка Ленин. Ну, а, конечно, все-таки, главное, это местное море-озеро Яровое, потому что здесь реально клево, реально клево не только вот фотосессии поделать и просто в нем покупаться, потому что здесь невозможно утонуть, как вы видите, дальше люди просто ложатся на воду, неважно, куда вы заплыли, и остается в таком положении. Вода, ну вот реально вода, вот и мне невозможно утонуть, я ничего не делаю, и глубина не убирает, можно вот так лежать, а-ля невесомость прям ощущаю здесь, круто, вот так вот можно раз, перегруппироваться, и то же самое получается, отличное ощущение, ты как будто не плывешь, ты летишь с водой. Вот, и просто раз, и расслабляешься, такое ощущение, что летишь, о, прикиньте. Ну, вот такие фотозоны, а это Малибу, это, я так понимаю, пляж, частный пляж, сейчас мы его и посмотрим. Прикольно, где Лихаман, получается, сидишь с Камами, вот мы не видим людей отсюда, они видят нас сейчас, как мы проходим, и видят, соответственно, бассейн и берег этого озера. Вообще, очень здорово сделано самбар Малибу, бич-клуб, точнее, пляжный клуб, а здесь вот обычно есть, как раз баня, тут баня, сауна. Смотрите, бассейн большой, ход, бар, Малибу, пляж, да, получается, смотри, песок, водичка, яхты плавают, парусники, катамараны, люди, в общем-то, балуют здесь развлечениями. Но если я не скажу вам о том, где я нахожусь, вы никогда не поверите, я вообще в Сибири, это Сибирь, друзья мои, курорт Яровое. Если, в принципе, смотреть отсюда туда, берега не видно, и такое ощущение, что ты на море, которая просто очень успокоилась, а на самом деле нет нифига это озеро. Но озеро просто невероятной солености, здесь невозможно утонуть, здесь водится всего лишь один маленький вид рачков и люди. Это, в принципе, все, что здесь есть в воде, так что кто-то паранойит, если насчет там кто-то укусит или так далее, это озеро именно для этих людей, потому что никаких гадов здесь нету, здесь нельзя утонуть, здесь вообще-то сейчас мы посмотрим, как это все на самом деле вживую. Такие солевые разводы остаются от котиров, от всего того, что в море выдает какие-то движения, потому что концентрация, конечно, соли, она невероятная здесь. А, грязелечебница, да? А, вот это что за рачки такие, я понял. Вот они дают как раз вот этой воде, которые дают микро и химические элементы. Круто, а скажите, если вы можете разбирать, какие заболевания здесь лечатся? Сердечно-сосудистые, кожные, опорно-билитые. А вот я слышал объявление, что больше 30 минут нельзя находиться, если вы... Ну, это если сердечно-сосудистые, там должно быть подпишно. Ага. А так вообще, если у вас все нормально, то можно подпишно будет. Угу, ну круто. Мы сюда приезжаем, мы здесь квартиру купили только из-за того, что мы сюда приезжали до этого. Ага. 5 лет. Ага. И вот после этого купили квартиру, и купили вот уже 9 лет, мы здесь каждый год. Круто, а сами откуда? Смотри. А почему сюда приезжаете? Ну, нам здесь нравится озеро. Ну, такая альтернатива местная морю, да, получается? Да, еще очень лечебная. Вот. Предлечебник. А скажите, а вы знаете что-нибудь о лечебных свойствах этого озера вообще есть? Ну, суперсоленая вода, вот что она лечит? Ну, а брома много там. Брома много. Круто, поливание лечит, поливание лечит. А грязь вообще не много. Вообще, супер, наверное. Это вот здесь грязи лечебницы, которые, да? Круто, купили грязи. А что еще порекомендуете людям, которые будут смотреть видео, которые никогда не были здесь? Вот, когда лучше приезжать? Что лучше заняться? Приезжать. Самый сезон здесь, и это июль месяц. Июль месяц, да? Да, самый сезон, да. Самый такой пик. Июль или вот, начало августа. Вот самое время для отдыха. Это, получается, реальные солнечные часы. Вот сколько еще время? Четыре пятьдесят один. Чтобы попало в камеру. Вон, четырнадцать пятьдесят один. Четырнадцать пятьдесят один. А сейчас, да. Ну, пошли. Да, три. Ага. Слушайте, прям четко. Причем, в разное время года, я думаю, они именно правильно показывают. Круто, короче, солнечные часы. Ну, вот отдельно хочется упомянуть про эту площадочку. Ориентир Факбар. Факбар работает, естественно, не днем, а ближе к ночи. Но здесь еще можно очень прикольно пофотографироваться с этими машинами. Это же из Безумного Макса, да, машины? Ну а-ля. Ну вот, да, вот смотрите, как прикольно сделали. Причем, реально, да, можно чуть ли не залезть и чуть ли не угнать это все. Но, тем не менее, тем не менее, здесь их ни одна штука стоит. И очень крутые фотографии получаются тоже. Во-во, вот сейчас за пулемет. Во, как прикольно было. Вот. Ехал! Я не знаю, что такое 22 регион, к сожалению, но вот эта машина просто впечатляет, то, что это раритет уже реальный, и как она внутри аккуратно все у него сделано. Просто цвет еще такой, цвет космический, конечно. Вот отсюда смотрится, как в какой-то фильме сниматься. Вот Волга написано. Волга. Просто фантастика. Не, ну вот все же нормально его так исполнили. Такое прямо это реально креативно. Смотрите на его сапоги и шпагу. Бокал, очки держит, одно разбитое. Прикольно. Штука вот сейчас это такое. Интересно фотозону, кстати. Инсталляция яровая. Причем очень нравится мне то, что не только вот эти прикольные... Они не только спереди прикольные, а еще и сзади можно тоже в классе сфотографироваться. Вот даже отсюда будет фотография более такая юморная. Поэтому имейте ввиду, сфотографироваться нужно именно сзади. Но народ фотографирует со всех сторон, как и здесь, так и здесь. В общем, наполнено пространство такими вот фигурами, как и аттракционами. Главное не привыкнуть и не забыть, что в море-то надо шевелиться. А то вот так лежишь, плывешь, паришь и привыкаешь к тому, что можно нифига не делать и находиться в воде спокойно. А вот если ты не вглядываешься вдаль, такое ощущение, что ты просто на море. Еще когда вот эти водные развлечения работают, ну просто один в один. Вот посмотрите и скажите, что я не прав. Ну посмотрите, это круто. Субтитры сделал DimaTorzok